Здарова всем ребят! У меня для вас есть пачка интересных новостей. Во-первых, тестеры на Boost сегодня нашли еще один баг, я вам о нем сообщаю, потому что мы пока что его не починили. Если вы играете в стальной охотник и у вас включены в рандоме всякие фильтры в карусели, у вас в стальном охотнике время от времени может зависать ангар и зависать карусель, то есть вы танк поменять не сможете. Имейте это в виду просто-напросто для того, чтобы не спамить мне об этой ошибке, если вы вдруг с ней столкнетесь. Все необходимые данные для ее решения у нас уже есть, осталось только найти способы этих решений, так что просто подождите, будет еще одно обновление мотпака. Как вы видите, еще неделя не прошла, а баги мы все еще находим. Вторая новость достаточно забавная. Я с антивирусами боролся на протяжении долгого времени, особенно с бесплатными типа АВАСТ и так далее, вот, из-за того, что они мотпак неправильно определяли как вредоносный. Вот, сейчас разработчики Мира Танков столкнулись с точно такой же проблемой. Исполняемые файлы игры АВАСТом определяются как вредоносное ПО. В общем-то, они на следующей неделе, скорее всего, выпустят микропатчик, который это пофиксит. Ну, скорее всего, цифровые подписи у файлов появятся. Вот, если вы сейчас не можете из-за этого нормально играть, мой вам совет. Либо удаляйте нахрен бесплатный антивирус АВАСТ, либо добавляйте папку, всю папку игры в исключение антивируса. Вот, в принципе, вот два таких рабочих варианта. Можете выбирать любой из них. Теперь переходим к следующей новости. Вот она теперь действительно стала более интересной. Дело в том, что с 13 сентября, ребят, аж по самые 18 октября, разработчики запускают Лес Чудес. Но есть там и интересный момент. Что-то типа прохождения на скорость этого мероприятия. Ну, что-то типа мини-мини личных боевых задач, да. Для тех, кто любит быстро все это делать. И для тех, кто хочет получить за это ценные награды. Сейчас я вам о всем этом поподробнее расскажу. Наберитесь терпения. Смотрите, на сайте сегодня появилась вот такая вот новость, что с 13 сентября по 17 октября, короче, до конца патча, будет некое событие Лес Чудес. По сути, насколько я понял, это представляет из себя ровно то же самое, что мы с вами делали и на День рождения танков, и в событии в апреле, которое называлось Искра. То есть вы заходите в статью, активируете там боевую задачу, соответственно, после активации этой боевой задачи она появляется у вас в клиенте игры, вы ее выполняете, заходите на сайт, снова ее активируете. И так, пока все 12 задач не выполните, после этого вам становится доступны еще дополнительные 3 бонусные задачи, итого их всего 15. И вот здесь вот есть, ребят, две стадии. Вы можете либо просто в свободном темпе это проходить весь патч, то есть аж до 17 октября, да, практически до 18, и выполнить эти задачи, получить награды. А можете попробовать выполнить челлендж, ну то есть некий вызов от разработчиков. В чем он заключается? Если вы выполните эту боевую задачу, все 15 штук, до 18 сентября, с 13 до 18 сентября, то есть, ну, чуть меньше, чем за 5 дней, то в этом случае вы попадете в список, среди которых будет разыграно 750 танков тяжелых премиумных К2, танк СССР. Почему я говорю 750? Потому что всего будет роздано 1000 танков, но 251 танков получат игроки, которые быстрее всего выполнят эти 15 боевых задач. При этом там есть одна интересная хитрость. Неважно, во сколько вы начнете, время засекает с момента активации вами первой боевой задачи и окончанием 15-й. То есть вы вот сели, активировали первую задачу, и с этого момента время пошло. Вам нужно как можно быстрее выполнить все 15 задач, и тогда самые быстрые получат 250 машин. Ну, самые быстрые 250 человек получат 250 машин, но это, короче, достаточно небольшое количество. Кроме того, здесь есть дополнительный челлендж для блогеров. Если блогер, например, я, выполняет эту боевую задачу, тоже, как и вы, все 15 штук до 18 сентября, блогеру дают аж 3 танка Шкода Т-56. Это имбочка, премиум танк 8 уровня. Да, немного, всего 3 штуки, но блогер, по своему усмотрению, может раздать их среди своей аудитории. Я подумал, как же это я сделаю? Я придумал. Помните, я устраивал совсем недавно викторину, где надо отвечать на простые вопросы по игре Мир Танков, ну, вообще, на знание танков, да? И после этого вы попадаете в табличку на розыгрыш, если все вопросы ответили правильно. Так вот, я подумал, ну, 3 танка как-то несерьезно, поэтому на бусте я сделал розыгрыш 100 тысяч игрового золота. Ссылочка будет в описании. Переходите туда. Не важно, не обязательно платную подписку, это очень важный момент, ребята. Вы можете быть просто фолловером, но розыгрыш только для тех, кто подписан на бусте. Либо фолловеры бесплатные, ну, либо поддержка там за какие-нибудь копеечки. Сами определяете за какие. Это не обязательно, можете просто бесплатно подписаться на бусте. После этого проходите опросник, попадаете в список. Из этого списка будет розыгрыш 100 тысяч игрового золота, и, если я вдруг смогу выполнить этот челлендж, еще дополнительно 3 танка Шкоды Т-56 я тоже среди участников этого розыгрыша раздам. Так что жду вас завтра, будем зарабатывать для вас моими руками танк Шкода Т-56. Ну, а вам предлагаю пройти и проверить свои знания в мире танков по ссылке в описании. Пока-пока!